С началом отопительного сезона особое внимание уделяется проверке исправности электропроводки, состояние печного отопления, наличие пожарных извещателей. Следят за этим смотровые комиссии, которые регулярно проводят рейды для профилактики и предотвращения пожаров в частных домовладениях. Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территории к осенне-зимнему пожароопасному периоду, с 17 октября по 2 ноября 2022 года в нашей стране проходила республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе». В рамках акции смотровая комиссия работала в Синьковском сельском совете. В ее состав вошли представители разных субъектов профилактики. Специалисты Сморгонского РОЧС, Энергонадзора, учреждения «Теплый дом», а также Синьковского селесполкома. В рамках акции проводятся разъяснительные требования и предложения, которые необходимо выполнять в домовладениях для обеспечения пожарной безопасности. Проводятся выступления в трудовых коллективах о разъяснении требований правил пожарной безопасности. Также проводим совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Осуществляют мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения. В период проведения профилактической акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища. «У нас при Синьковском сельсовете создана смотровая комиссия по работе, по обслуживанию, по проверке пожарной безопасности граждан. Это уже проводится на протяжении нескольких лет и проводится каждый месяц по два раза выезжает смотровая комиссия. И если брать изначально, когда начиналась работа смотровых комиссий, замечаний было много. Сейчас, на данный момент, больше опознавательно и обследуем с целью выявить, куда уедут старушки, а замечаний по пожарной безопасности меньше и меньше». «Основные требования пожарной безопасности к отопительным приборам – это топить отопительный прибор всегда с закрытой дверцей. Перед топочным отверстием всегда должен быть установлен притопочный лист. Расстояние минимальное – 50 на 70 сантиметров. Между отопительным прибором и стеной, выполненной из горючих материалов, не должно ничего складироваться. Должно быть пустое, минимальное расстояние 10 сантиметров. Также дымоход. Дымоход, проходящий через деревянное перекрытие или стену, должна быть выполнена разделка. То есть утолщение дымохода должно быть до 380 миллиметров. На отопительном приборе ничего горючего не должно складироваться. Ни ветоши, ни дров, ничего, все пусто должно быть». К сожалению, не все жители Сморгонского района следят за состоянием печей и электропроводки. В некоторых домовладениях регулярно выявляются нарушения. Чаще всего это касается категории граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. В таких случаях смотровая комиссия дает подробные рекомендации по устранению неисправностей. По словам представителей Синьковского селесполкома, в первую очередь цель любой смотровой комиссии – не наказать, а помочь гражданам привести свое жилье в надлежащее состояние, чтобы оно было безопасным и комфортным для проживания. Особое внимание смотровые комиссии уделяют многодетным семьям, инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям. При посещении домовладений мы проверяем условия проживания пожилых граждан. При необходимости мы рекламируем услуги социального работника. Рассказываем, что на базе Теклого дома есть филиал – дом самостоятельного совместного проживания, который находится в агрогородке Лылойте, а также в агрогородке Белковщина. При необходимости пожилые граждане могут проживать там в осенне-зимний период. В Сморгонском районе подобные рейдовые мероприятия проводятся регулярно. Смотровые комиссии еженедельно проверяют противопожарное состояние жилищного фонда в населенных пунктах, а также проводят разъяснительные беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.